Уважаемые коллеги, рад, что мы все собрались. Итак, мы начинаем нашу программу. Первое у нас в списке — это приветственное слово Дима Блинова. Давайте похлопаем. Дима Блинов — это технологический человек в команде САП, который занимается технологическим консалтом и руководит им, собственно. Ну и по традиции наших пимонов именно он обычно начинает наши встречи. Итак, Дима Блинов, пожалуйста. Коллеги, привет всем. Надеюсь, меня слышно. Рад всех слышать и, наверное, должен извиниться, что не могу присутствовать лично. Всякие пандемические эффекты приучили нас к тому, что к любому мероприятию можно подключиться виртуально и вроде как удобно это, но не заменяет человеческого общения. Надеюсь, что в следующем году смогу со всеми увидеться, в том числе и лично. Я готовил сутку по поводу 3 сентября, но решил оставить ее при себе. Я думаю, что там в кулуарах уже много народа по этому поводу пошутило. Поэтому я просто хочу сказать всем добро пожаловать. Добро пожаловать в Центр цифрового лидерства компании САП на ежегодное мероприятие, посвященное всяким интеграционным задачам и решениям, связанным с САПом. В первую очередь, спасибо всем организаторам. Я знаю, что это очень большая тяжелая работа. Илья, Ренат, все, кто участвовал, всем большое спасибо. Спасибо вам, что вы нашли время прийти подключиться. Я надеюсь, что это будет для вас интересно и полезно. В качестве, не знаю, сложно какое-то разумное приветственное слово такое всеобъемлющее сказать. Я хотел, наверное, лишний раз попробовать подчеркнуть значимость того, что мы обсуждаем с точки зрения и портфеля, и сервисного, и софтверного портфеля компании, и с точки зрения наших заказчиков, с точки зрения вообще IT-индустрии. Если вот, Ренат, переключиться на следующий слайд, или я не знаю, кто за рулем в презентации, было бы здорово. Я хотел показать, на самом деле, я посмотрел аналитику по тому, как развивается IT-шный рынок, и то, что глобальные аналитические компании, типа Гартнера, аналогичных, предсказывают как мегатренды в корпоративном программном обеспечении на ближайшее время. Вот там два таких совершенно четких тренда видно. Одни связаны с вот то, что называется здесь вертикальное приложение, то есть с потребностью бизнеса компоновать приложение под собственные нужды из кубиков, то есть такой некий аналог подхода Lego. Модульные приложения — это все, на самом деле, вариации на тему нашей старой доброй микросервисной архитектуры, но вот эта потребность, она трансформируется в двойной, тройной, на порядок больший спрос в части межсистемной интеграции. Это интеграция на базе API, это общие интерфейсы, это подход к реализации интеграции на базе low-code, no-code development, то, что называется low-code, no-code integration. И это очевидная какая-то история. Вторая, она с ней связанная, это необходимость взаимодействия с то, что называется экосистемой, а по сути с другими вендорами и какими-то open-source решениями. То есть в тот момент, когда мы начнем компоновать, а здесь речь идет, что не только мы как IT, но и бизнес требует дать им возможность самим компоновать те решения, с которыми они работают. В тот момент, когда это начнет компоноваться, возникнет естественное желание выбирать компоненты лучшие на рынке. И это будет означать уход вот такой вот монолитной, ориентированной в одного вендора архитектуры. Трансформироваться эта история будет в компоновку каких-то решений сквозных на базе компонент от разных вендоров. И это означает, что интеграция должна быть открытая, это означает, что у нас возникают задачи с API-менеджментом и тому подобные вещи. Тренд на то, что интеграционные задачи, интеграционные решения становятся мега важными наряду с кибербезопасностью и наряду с очевидным движением в сторону клаудных каких-то подходов, он вот просто 100%. Компания SAP, она как бы очевидно понимает это. И вы это очень хорошо видите. Если посмотреть на следующем слайде, последний Гартнер, который показывает сравнение нашего решения интеграционного, это Integration Enterprise Platform. Сравнение 2020 года, оно в 2021 недавно совсем было актуализировано. Так вот, вы видите, что решения от SAP очевидно двигаются в сторону лидерства. То есть наше решение, которое называется SAP Integration Suite, оно уверенно растет в гартнеровской аналитике. Да, мы еще не DEL, да, мы еще не информатика, но мы где-то уже очень-очень рядом. И тот объем внутренних инвестиций, и то внимание на уровне топ-менеджмента, на уровне самого высокого руководства компании к интеграционным задачам, совершенно четко, ну вот мы внутри вот это ведем. А это означает, что, ну, быть, ну, то есть вот это решение, оно будет развиваться, будет развиваться очень динамично. И вот мероприятия, подобные текущему, они очень важны, чтобы у инженеров, у специалистов, у айтишников была возможность между собой обмениваться опытом, рассказывать друг другу о каких-то новых вещах, возможно, о каких-то подземных камнях, и чтобы это был открытый совершенно и такой, ну, скажем так, непредвзятый разговор. Я вот, к сожалению, не смогу присутствовать, да, и, к сожалению, у меня не будет возможности там пообщаться с кем-то из тех, кого я знаю, может, познакомиться с кем-то еще, пообщаться в кулуарах. Но я вот задал себе несколько вопросов, которые мне кажется, что было бы здорово, если бы вы могли между собой как-то обсудить, там, на самом деле, рассказать потом, может быть, насколько они актуальны. Если переключиться на следующий слайд, то, ну, в целом, я задумался, да, что вот у нас стратегически понятно, что у нас там есть движение в сторону клауда, да, то есть это выражается и в коммерческой составляющей, то есть более коммерчески привлекательными делаются клаудные предложения, в том числе в части интеграции, да, или давайте на этом сконцентрируемся. Так, и с точки зрения инвестиций в технологии, я так понимаю, что про это достаточно много будет говориться. Но вопрос, который, на который у меня пока нет ответа, а есть ли там, в принципе, вот жизнь такая вот всеобъемлющая, полноценная в этих самых облаках для нас, для, там, России, для стран СНГ, потому что, ну, как-то исторически так выглядит, что мы не очень клауд-опен, особенно если говорить про иностранного вендора. Но, с другой стороны, вот у меня до сих пор нет ответа, да, например, может ли уже с точки зрения уровня зрелости integration suite заменить классический subprocessor с orchestration? В каких сценариях это разумно приемлемо и имеет смысл? А в каких сценариях мы видим очевидные технические ограничения и чего не хватает? И будет здорово какую-то обратную связь от вас получить, потому что я не буду скрывать, что сейчас и наша команда находится в прямом контакте с development командой. Более того, у нас на, как я понимаю, на мероприятии люди, которые представляют development команду, они присутствуют, да, и вот эта обратная связь, неформальная, она, конечно, поможет нам стать лучше. Второй вопрос, который, ну, вот мне, для меня до сих пор открыт, да, то есть много шума вокруг hyper automation, много шума вокруг решений в части роботизации, да, то есть в областном портфеле это RPA, и вот должны ли мы рассматривать это решение как часть интеграционных каких-то сценариев, или это все-таки отдельная какая-то вещь, потому что для меня роботизация это то, что закрывает гэпы в существующих API. Может быть на время, может быть в качестве воркаранда, но тем не менее. И рассматривает ли вот техническая комьюнити, то есть вы рассматриваете ли вы роботизацию как часть технологического стека для решения за бизнес-задачи, бизнес-потребностей по интеграции между системами. Третья достаточно интересная вещь – это инициатива Surprise, про которую вы, возможно, слышали. Это офферинг в части Private Cloud, очень коммерчески привлекательный, особенно для новых заказчиков, который включает в себя и подписку на бизнес-технологии платформ, частью которого является Integration Suite. И есть ли в этом, оказывает ли эта инициатива влияние на техническую составляющую проекта? Появление возможности использовать сразу с нуля интеграционную шину и не делать точку-точку интеграции. Более того, использовать эту интеграционную шину в клауде. Видите ли вы уже влияние Surprise на те технические решения, и тот технический ландшафт, который возникает у заказчика. Ну и последнее, достаточно важное, пересекается с концепцией, с трендом в сторону импортозамещения, с важностью информационной безопасности и так далее. Вот наличие интеграционного решения в русском ЦОНИ – это обязательное требование или это все-таки некая желательная вещь, которая не является каким-то блокирующим фактором на каких-то сценариях. Потому что, с одной стороны, трансграничная передача данных, с другой стороны, интеграция – это не то место, где что-то хранится. И вот для меня, конечно, было бы здорово, если бы какая-то обратная связь по этим вопросам и так или иначе сформировалась, и мы могли бы как-то в дальнейшем с ней работать. Но я уверен, что есть еще масса технических вопросов, о которых я ничего не знаю, потому что я не являюсь специалистом по интеграции, но которые будут интересны для комьюнити, для обсуждений. В любом случае, как я уже сказал, я надеюсь, что у вас будет прекрасно, вы проведете прекрасно время. Я надеюсь, что это будет интересно как для тех, кто нашел возможность приехать очно на Павелецкую, так и для тех, кто, как я, подключился по Зуму. Я еще раз хотел всех поблагодарить и пожелать вам успешного мероприятия. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий, последний вопрос про русский ЦОД, должен он быть или нет. Мы уже сегодня с коллегами его за утренним кофе обсуждали. То есть этот вопрос, он действительно поднимается в живом общении. Так что я думаю, что это наиболее общее соображение для того, чтобы ответить, есть ли жизнь в облаках части России. Да, я могу взять на себя обязательства, вот результаты этого обсуждения в каком-то виде, то есть я не говорю, что это формальное требование общественности и так далее, но видение именно технического комьюнити я готов и с удовольствием донесу его до менеджмент команды и российского САПа, и, соответственно, до людей, до которых я могу затянуться в менеджменте глобальном, в headquarters, которые принимают те или иные решения. Но для меня важно действительно еще понимание, а это... Мы же очень часто сталкиваемся с ситуацией. Нам безопасники сказали, да, и мы не вдаемся в детали. Когда там начинаешь ковыряться в деталях, выясняется, что не все так строго, не везде, не совсем и не до конца. Но в любом случае, любая информация по этой теме будет очень приветствоваться. Нам в первую очередь интересен ответ на вопрос о Cloud Foundry, сроке его развертывания в России. Как только? Да, хорошо. Как только у меня будет четкий ответ на этот вопрос, я его обещаю рассказать. Правда. То есть мы, Илья, мы знаем, что... То есть я знаю вот этот телеграмм, куда можно будет какую-то официальную информацию запостить. К сожалению, пока все это внутренние дискуссии, которые я, наверное, по внутренним политикам компании не могу делать публичными. Я хочу вас уверить, что работа над появлением Cloud Foundry очень серьезная, ведется уже давно. И я надеюсь, что в ближайшее время появится какой-то прогресс в этой области. Ну и, коллеги, чтобы не было путаницы, так-то российский ЦОД, он уже давно есть в части сабклауд продуктов, но это продукты на базе линейки NEO, это SuccessFactors, это C4C, это ряд еще облачных продуктов. То есть сейчас не стоит вопрос, когда появится вообще. Он вообще появился давно, он есть, в нем много что есть, но хотелось бы, чтобы была еще другая линейка продуктов, которые мы ждем. Это для коллег, которые не совсем ориентируются в облачной линейке от ЦАП, чтобы не было у вас представления, что ой, в России вообще ничего нет облачного от ЦАП, и это когда-то в будущем ожидается. Спасибо, Дмитрий. Да. Мы пойдем дальше. Хорошего дня всем. Счастливо.